Привет друзья, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение в комментариях, а теперь поехали. Зовут меня Татьяна и мне 40 лет. Живу я в маленькой деревушке в нескольких десятках километрах от райцентра. Еще пару лет тому назад у меня была полноценная семья, но потом моего мужа не стало. Сыночке Диме на тот момент было всего лишь 10 и я воспитывала его совершенно одна. Сделала все, чтобы он вырос хорошим и порядочным человеком. После девятого класса подался мой сын в техникум учиться на строителя. Поселился он в общежитии и домой приезжал только на выходные. Учился мой сын очень хорошо, но вот в личной натворил дел, как оказалось. После второго курса Дима должен был приехать, как обычно, домой на каникулы. Но что-то мой сын задерживался. Прошло уже две недели, а его все нет. И вот спустя еще некоторое время приезжает мой сын домой и не один. Я просыпаюсь утром от стука в дверь и вижу на пороге своего Димку с новорожденным ребенком на руках. Познакомься, мама, это Вика. Ошарашивает меня Дима. На вопрос, чей это ребенок, он ответил, что его. И он не мог его просто оставить в роддоме. Мне сначала показалось, что это сон. Я даже ущипнула себя. Но нет. Сын с ребенком на руках. Это реальность. В общем, начал он свой рассказ, откуда у него маленький ребенок. Почти что сразу после поступления Дима познакомился с девушкой Ариной. Они учились в параллельных группах. Диме Арина сразу показалась какой-то особенной. Без яркого макияжа и модной одежды. Она была очень простой. Потом оказалось, что она из детдома. Дима и Арина влюбились и стали встречаться. Потом Дима уехал домой на летние каникулы. Когда он вернулся на учебу, то узнал, что Арина чуть было не покончила с собой. Она решила, что он ее бросил. А он любил ее без памяти. Так у них начались взрослые отношения. А по неопытности они закончились беременностью. Они хотели дождаться 18-летия и жениться тайно от всех. Родить Арина должна была где-то в июне. Но произошло непредвиденное. И во время родов Арины не стало. У нее был порог сердца. Дима был вне себя от горя. Но решил, что дочку он заберет обязательно. Он почти что ночевал под окнами роддома, дабы добиться, чтобы малышку отдали ему. В конце концов, заведующая помогла ему оформить все документы. После всего я, конечно же, приняла внучку, и мы вместе с сыном занялись ее воспитанием. Дима очень сильно любит свою дочь. Порядочного сына я воспитала. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.